Новости на телеканале Дом. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте! Одна из самых ужасных в мире авиакатастроф. 17 июля 6 лет назад в небе над Донецкой областью был сбит пассажирский Boeing 777 «Амстердам-Куала-Лумпур». Погибли 298 человек, все, кто был на борту. Накануне годовщины трагедии в Евросоюзе заявили, что ответственность на себя должна взять Россия. Что за эти годы установилось расследование и кого сейчас судят за организацию катастрофы? В материале Валерия Бакуса. Самолет, вертолет. Люди! Это одни из первых кадров с места крушения пассажирского рейса MH17, сбитого в небе над Торезом в июле 2014. Авиалайнер, на борту которого находилось 298 человек, включая экипаж, падает недалеко от жилых домов. Обломки разлетаются по всей округе. В тот же день российские СМИ сообщают о том, что незаконным вооруженным формированием якобы удалось сбить транспортный борт украинских ВВС. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. Но после осмотра места крушения становится понятно – сбит пассажирский самолет. С этого момента риторика российских СМИ меняется. Сообщаются версии, что лайнер был сбит украинской ракетой «Воздух-воздух», что это была попытка убийства президента Путина. Позже, что крушение лайнера было спровоцировано взрывом в салоне самолета. Кремлю не верят. Начинается международное расследование. Уже через несколько дней выясняется, что авиакатастрофа – дело рук российских военных. СБУ предоставляет доказательства. Телефонные переговоры командования незаконных вооруженных формирований. Значит, это Чернухинский, сбили самолет. Кто бил? Через Чернухинского блокпорта. Казаки, что на Чернухина стоят. В других перехватах речь идет о ракетном комплексе «Бук». Его доставили на Донбасс из курской воинской части российские военные. Информация подтверждается в ходе международного расследования. Власти России его отвергают. Летом 2019-го прокуратура Нидерландов предъявляет обвинение четырем подозреваемым – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Слушания по делу начинаются в марте нынешнего года. А в июле Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека. С самого начала мы ясно дали понять, что падение самолета, гражданского самолета и 298 невинных жертв – это настолько серьезное нарушение международного права, что мы будем искать любую возможность, чтобы восстановить правду и добиться справедливости по отношению к родственникам. Сейчас в ГАДе изучают поданный Нидерландами иск. Что же касается уголовного процесса против четырех обвиняемых в крушении рейса MH17, он, по прогнозам прокуроров, может затянуться еще на 4-5 лет. Валерий Бакус, Киев, твой дом. Справедливость должна восторжествовать. Такие слова по случаю памятной даты написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook. Он отметил, что судебный процесс по делу MH17 обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последнее десятилетие. Хотя это и не вернет жизни погибшим. Свои соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы выразили и Соединенные Штаты Америки. Там в очередной раз призвали Россию сотрудничать со следствием, чтобы установить всех виновных. Мы призываем Россию уважать и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166, которая требует привлечь к ответственности, причастных к этой катастрофе. Россия должна гарантировать, что любые обвиняемые лица, которые сейчас находятся в России или на подконтрольной России территории, предстанут перед правосудием. Украина, в свою очередь, намерена продолжать сотрудничество с Нидерландами, чтобы виновные в крушении малазийского Боинга были наказаны. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для восстановления справедливости, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины. Ведомство продолжит настаивать на привлечении России к ответственности в Международном суде ООН. Автобус из Ордо попал в ДТП в России, в Липецкой области. Сегодня ночью он столкнулся с автомобилем «Газель» и загорелся. Обошлось без жертв. Пять человек получили травмы, трое из них госпитализированы. Всего в салоне было 39 человек. Люди ехали из неподконтрольного Украины и Донецка в Санкт-Петербург. Посольство Украины в России проверяет, были ли в автобусе украинские граждане. В зоне проведения ООС ранения получили четверо украинских военных. Незаконные вооруженные формирования накануне 13 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Также вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района СБУ обнаружила российскую взрывчатку «Охота», которая запрещена Атавской конвенцией. Это комплект из пяти противопехотных мин, который срабатывает при движении человека. Радиус поражения 30 метров. Пункт пропуска Еленовка на неподконтрольной Украине территории возобновил работу. Но на один день. Самопровозглашенные власти отдельных районов Донецкой области пропускают людей с 9 утра. По их данным, пересечь линию соприкосновения можно будет до 6 вечера. На КПВВ Новотроицкой украинские пограничники пропускают людей в обычном режиме. Сегодня до контрольного пункта въезда-выезда прибывают граждане. Прибывают и с контрольованной территорией Украины. Наразі мы пропустили близко 90 осіб и 3 транспортных засоби. С темчасово окупованной территорией Украины прибывают також. Прибыло близко 10 осіб. Громадяни зазначают, что представители незаконно-збройных формуваний пропускают их партиями. Пропускают не надто швидко. Тому чекаємо більшого наплива на ради. Заболеваемость COVID-19 в Украине третий день держится на высоком уровне. За сутки 809 новых случаев. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской областях и в городе Киеве. За все время пандемии методом ПЦР было проведено около 900 тысяч тестов. Сейчас в Украине 86 лабораторий, которые проводят такие исследования. К сентябрю их будет вдвое больше. И дальше у нас в планах максимально увеличивать возможности, потужности наших лабораторных центров, для того, чтобы они увеличивали эту количество. Сейчас в планах увеличить в два раза от той количества тестований, которая делается на сегодня. Мы уновили все обладнание всех лабораторных центров. Мы закупируем дальше, расширяем потужности. В Донецкой области коронавирус выявили еще у четырех жителей. Всего в регионе зафиксировано 780 случаев. Один положительный результат на COVID-19 получил житель Луганской области. В отдельных районах Донецкой области за сутки прибавилось 18 инфицированных. Трое скончались. На неподконтрольной украине территории Луганской области 6 новых случаев COVID-19. Всего на территории Орглот 2027 заболевших. До 5000 долларов получат предприниматели Донецкой и Луганской областей, которые сохранили рабочие места во время карантина. Такую финансовую помощь владельцам микро, малого и среднего бизнесов оказывает Датский совет по делам беженцев. Правда, есть несколько условий. В частности, детальный бизнес-план и четкое понимание адаптации бизнеса к работе во время пандемии. Первый украинский хайвей. Так называют новую трассу Киев-Днепр. Чтобы успеть сдать объект до конца года, на некоторых участках строители трудятся круглосуточно. В ночной тур с ревизией отправилась наша Мелена Абинди. На пересечении трасс Полтава-Александрия и Днепр-Решетиловка 300 дорожников работают днём и ночью. Строящаяся развязка должна разгрузить поток автомобилей, которых в сутки здесь насчитывают больше 30 тысяч. Происходит пересечение в двух уровнях транспортных направлениях Полтава-Кременчуг и Днепр-Решетиловка. Эти транспортные потоки не пересекаются. И не будет таких пробок, как мы сейчас наблюдаем. За годы независимости Украины – это первое строительство дороги такого уровня, говорит заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Полноценное движение по трассе Киев-Днепр обещают открыть к концу года. Время в пути сократится до пяти часов вместо нынешних семи. Круглые сутки кипит работа ещё на одном участке. В Кобелякском районе укладывают бетонную дорогу. Проложили уже 44 километра, осталось 62. По словам подрядчика, бетонное покрытие прослужит больше 40 лет. Оно очень долго служит, очень долго. И намного больше нагрузку держит. Асфальт, вы видите, как начинается большая нагрузка и начинается волны. А в бетоне не бывает таких проблем. Он выдержит очень большая нагрузка. Один из примеров для гордости – мост через реку Ворскла. Его длина – 145 метров, высота – 12. Практически с нуля его начали возводить в марте 2019-го. Всё отбывается за планом. Действительно, была встреча на начале этого года. Тут мест через реку Ворскла только-только начали будувати. Сейчас он уже побудованный. Тут абсолютно новый мест. Четыре смуги. Действительно, темпы нас влаштовывают. Программа «Большое строительство» – инициатива президента Украины Владимира Зеленского. До 2021 года в Украине запланирован ремонт и возведение новых 6,5 тысяч километров дорог. Наталья Гаевская, Милина Амеди, Руслан Белозёров. Полтавская область. Твой дом. Телеканал «Дом» есть в Ютьюбе, в Фейсбуке, Инстаграм. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. А мы на этом пока прощаемся. Следующий выпуск новостей в 14 часов. Субтитры подогнал «Симон»